На российских дорогах транспортным капсулам пока точно не место, особенно зимой, когда заваливают снегом не только дороги. Машины на парковке прямо-таки попадают в снежный плен. А как правильно вызволять машину из сугроба, выяснял наш коллега Иван Зинкевич. Сколько снега должно быть, столько и выпадает. Нынешняя зима это доказала. То, что ждали в ноябре-декабре, все получили в феврале. Все-таки европейские зимы это не про нас. Конечно, дорожные службы стараются, но учитывая большое количество осадков, за короткое время справиться со снегом тяжело. А он подсыпает и подсыпает. Давайте поговорим об особенностях управления машиной в таких условиях, если у вас среднестатистический городской переднеприводный автомобиль. При обильных снегопадах водители должны быть максимально внимательны и осторожны, потому что при высокой плотности снега и высоком снежном покрове автомобиль гораздо менее устойчив на дороге и подвержен скольжению. Поэтому обязательно меняем стиль вождения. Забываем про резкие маневры, ускорение и торможение. Так можно потерять управление автомобилем. Особо проблемные участки на подъемах, спусках, поворотах и на выездах на широкие улицы или магистрали. Неприятности могут вызывать и так называемые колеи. И, конечно, в таких условиях нужно ограничить скорость до 40-50 километров. Движение должно быть размеренным и осторожным, или, как говорят, на цыпочках, чувствуя поведение всего автомобиля. Кроме этого, часто по пути после уборки могут оказаться длинные полосы снега, пересекать их желательно под максимально прямым углом. И особое внимание, если мы съезжаем с основных дорог на второстепенные. Они, как правило, чистятся хуже. Поэтому, чтобы сразу не увязнуть перед тем, как туда залезть, определите глубину снега. И хорошо подумайте, может лучше поискать объезд, а не испытывать внедорожные качества городского переднеприводного автомобиля. А что делать, если все-таки застряли? Первое и самое главное – не торопиться. Если вы немного проехали по глубокому снегу, выбираться нужно только назад. Подкопайте до твердого грунта свою колею и расчистите между ней, чтобы автомобиль с самой нижней точкой под двигателем ни за что не цеплялся. Подаем назад осторожно, без пробуксовок. Хорошо, если есть помощники, которые вас подтолкнут. И можно подложить что-то под рабочие колеса, например, коврики. Так же поступайте, если выезд только вперед. Подготовьте 2-3 метра дороги и на второй передаче в натяг медленно выбираемся из-за подни. Иногда очень помогает работа рулем, чтобы ведущие колеса нашли лучшие точки сцепления. Конечно, в таких условиях большое значение играет опыт, поэтому надо помнить. Лучше 2-3 дня не пользоваться машиной, чем потом вызволять ее из снежного плена, убив на это много нервов, времени, а иногда и денег. Продолжение следует...